О времени, которое есть сейчас, и о временах как таковых. Вы знаете, что Писание очень часто употребляет такую фразу «последнее время». Вот если вы забьете в пояс где-то в симфонии, вы увидите, что очень часто, и это понятие «последнего времени», оно относится к самым разным событиям. К самым разным событиям. Типа «последнее время» вот-вот там будет что-то наступит, вот там произойдет, или уже произошло, потому что было это время, и так далее, и так далее. И если внимательно читать, то вот это понятие иногда может, знаете, как бы соотноситься с таким состоянием людей, как на 31 декабря. Помните, что творится? Сейчас лето, но 31 декабря, помните, да? На привозе все бурлит. Елки раскупают невероятно. И те, кто продает елки, пытаются как можно быстрее их продать, потому что он понимает, что время последнее. Если сейчас елку не продашь, 1 числа елка никому не нужна. Она по-любому никому не нужна, да? Там их начинают очень быстро выкидывать. Время последнее. Все суетятся, ожидают. Для кого-то это время уже наступило с утра, да, еще позавчера, а кто-то ждет именно такого момента, когда куранты ударят, и ты выйдешь на балкон и запустишь деньги на ветер, да? Салют включишь, и ты смотришь, как он все взрывается. Деньги на ветер просто улетают. Время последнее. Каждый ждет его по-разному. Это праздник. И хорошо, когда это время хорошее. Ну, время последнее, потому что событие, которое произойдет, оно будет хорошее. Буквально в этом месяце мы переживали с вами также последние времена, особенно локально здесь у нас в Одессе. Вы помните, что было 8-7 числа, да? Нет? Все уезжали из города. Потому что 9-го должно было что-то произойти. И время было последнее. Когда я 9-го числа утром вышел с собакой погулять, такое ощущение, что, знаете, наступил апокалипсис. Мой пес мог гулять на любой клумбе. Везде он мог оставить свою отметку. Здесь был я, знаете, подписать там все, что нужно подписать. Люди ходили какие-то пришибленные такие, да? Как-то так бочком, какими-то перебежками в магазин за хлебом. Потому что наступило оно и должно было что-то такое произойти. И все попрятали машины, все дворы забиты машинами. Все накупили консерв хлеба и каждых 5 минут обновляют новости в интернете, да? Где же они, эти злодеи, которые будут творить невероятное? Всех был низкий старт, да? И так далее. Итак, ожидание праздника может быть совершенно разным. Правда, друзья? Согласитесь, все зависит от контекста этого праздника. 31 декабря один контекст, 9 мая у нас в этом году имел немножко другой контекст, да? Мы уважаем тех ветеранов, которые действительно вложили очень много сил и жизни для победы. Но контекст праздника, он приобрел немножко другой окрас в локальном каком-то действии. Итак, интересно, что именно вот эти два разных настроения мы можем увидеть в Библии. Для кого-то это праздник, одно и то же событие. Для кого-то праздник, а для кого-то совершенно не праздник. Совершенно не праздник. И очень много есть подобных таких вещей. Радостные праздники, которые мы можем увидеть в Библии, это похоже на праздник ожидания свадьбы, когда невеста с женихом ожидают вот этот прекрасный день. Библия говорит о радости, как о том спортсмене, который пробежал поприще, пробежал свой какой-то марафон, и он победил. Это вот такое вот состояние внутренней радости. Рассказывает нам о радости, когда отец встречает своего сына, которого давно не было. О радости жен, которые встречают своих мужей с войны, которые живы, полны разной добычи и так далее, и так далее. При этом мы читаем о страхе Корея, который уходит туда под землю. Мы читаем о каких-то событиях, которые просто потрясают нас. О египтянах, которых покрывает море, полностью уничтожая их. Одно и то же событие, исход из Египта, для Израиля великий радостный праздник, для египтян это великое горе, великое национальное горе. Итак, к событиям мы обычно с вами готовимся. Так должно быть, правда? Особенно в нашей культуре. Мы, ну в принципе и в всех культурах так же. На Западе мы знаем, что в канун Сочельника скидки, все сияет, вся Европа, там Америка, да, магазины ломятся, дарят подарки, открытки и так далее и тому подобное. Просто приготовление. У нас, ну мы учимся этому, но тем не менее мы также готовимся к праздникам. Например, очень активно готовятся к свадьбе. В принципе везде. На этом делают большие деньги. И, ну, как бы заслуженно. Почему? Потому что предполагается, что свадьба должна быть один раз в жизни. Правда? Нужно максимально вложиться. Достать все деньги, которые у тебя есть, нету, одолжить, взять кредит и потом 10 лет отдавать. Но это стоит того, согласитесь, правда? Чтобы вот именно вот ты такая идешь вся в этом в платье, в Дольче Габбана. И все смотрят и говорят, вау, какая красота. Просто неотразимо. И вот этот образ свадьбы, вот этот образ жениха, невесты, ожидания праздника, он очень часто используется в Библии. И мы немножко говорили на прошлой проповеди, я касался вот этих моментов. И вы знаете, друзья, найдите, найдите по-настоящему такую вот невесту, которая влюблена в своего жениха. А потом задайте себе вопрос, люблю ли так я Господа? Шикарное сравнение, правда? Я тоже вот когда размышляю об этом, ожидаю ли я вот этого события, единения с ним так, как она ожидает вот этого события? Готовлюсь ли я к этому событию? Так, праздником нужно готовиться, правда? Ну, давайте по-простому. Мы люди с вами здесь по большинству своему верующие. Он же наш жених, мы его любим и все остальное. Все лучшее Господу. Готовимся ли мы? Как мы готовимся? Что такое готовиться к приходу Господа? Что такое приход Господа? Как это будет? Вот, ну, знаете, он пришел, а мы в халате. Ну, пускай ценит нашу внутреннюю красоту. В конце концов, правда? Ну, мы же ж как бы... Ну, мы понимаем, что невеста немножко по-другому думает, правда? И современные невесты часто думают наоборот, больше о внешнем, чем о внутреннем. Внутреннее потом прозревает жених, когда узнает, да, что там такое. Внутреннее как раз современный мир не готовит. А здесь, когда мы смотрим в Писание, нужно быть готовым как внешне, одеться в одежду, в весон чистый, как Писание говорит, который есть что? Праведность святых, да? То есть наши одежды, они должны быть приготовлены. Но даже наше внутреннее состояние, оно также должно соответствовать. И когда я смотрю, вот, например, в Матфея 25 главу, там, где притча о женихе, который идет за своей невестой, я понимаю, что надо больше об этом размышлять. Приход за невестой, вообще, просто задумайтесь, друзья, почему Ишуа возвращается на эту землю? За невестой. Вот просто услышьте это. Почему Ишуа, Иисус, придет второй раз на землю? Зачем оно ему надо приходить вот сюда за невестой? Он придет для определенного действия, для события. Он придет, чтобы забрать ее туда, где будет праздник. А она должна стоять, вся такая, знаете, в белуснежном платье, именно в фате, именно, и, знаете, так, где? Где он? Там, выйди, посмотри, выйди, нет, не едет? Хорошо. Может, мне снять фату? Нет, не сниму. А вдруг он, а я, я вот тут прилягу. Я вот, где он? Понимаете, да, так ожидают жениха. И он именно придет. Вы представляете, друзья, будет такой момент. Это его причина. Ишуа, как это интересно, друзья. Он вырос на этой земле, вы знаете это? Он родился здесь, вот в таком мире, в котором мы живем. У него были родители, был его отец приемный, да, скажем так, по папе он был там с другой стороны. Была мама у него, он здесь рос, у него были братья, сестры, он как-то взаимодействовал. И пришел какой-то момент, когда он был взят от своих родителей и пошел в определенное другое место. Вы никогда не размышляли об этом? Смотрите. Однажды, когда он служил, в одном из служений приходят люди и говорят, послушай, пришла мама твоя. Помните эту историю? Это Матфея, 12 глава, 46, 50 стих. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот, матерь твоя и братья твои стоят вне, желая поговорить с тобой. Он же сказал в ответ говорившему, кто? Матерь моя и кто? Братья мои. И указав рукою свою на учеников своих, сказал, вот, матерь моя и вот, братья мои. Ибо кто будет исполнять волю отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Он говорит, что вот, вот моя семья, вот те, с кем я расту, те, кто разделяют мою жизнь, вот мы все. И если вы посмотрите внимательно, там нет такого состояния, что он пренебрегает, дескать, кто они такие, там, не пускайте их, нет. Но он, используя это событие, он учит людей, он говорит, вот моя семья, люди, которые исполняют волю моего отца. Те, кто разделяют взгляд моего отца. И Писание нам говорит, Ефесянам, 5 главе, 31-32 стихе. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. И дальше. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Услышьте это, да? Говорит, я говорю, это то знакомое место, которое мы знаем еще с книги Бытие, по отношению ко Христу и к церкви. Он оставит отца и мать и прилепится к жене. Прилепится и станет одной плотью. При втором пришествии, когда Иешуа придет в этот мир, он не придет знакомиться с невестой, а не знакомы. Понимаете, да? Он придет, чтобы взять ее к себе в дом и соединиться, стать одной плотью, одним целым, неразрывным с ней. Он знает каждого из нас по имени. Он приобрел нас уже определенным выкупом, определенной ценой, определенными действиями. Он приобрел. Он сейчас просто приходит для того, чтобы взять нас к себе в дом. Ввести нас в определенные взаимоотношения более глубокого уровня, чем есть отношения между братьями и сестрами. Вы понимаете, друзья, да? Одно дело быть братом и сестрой, другое дело быть мужем и женой. Это разные взаимоотношения. Глубина этих взаимоотношений разная. Итак, и это произойдет, друзья, именно таким же образом, как он придет, так же, как и он уходил. Когда он уходил, апостолы, которые смотрели, как он возносится на небо, как он воспаряет, и, наверное, где-то на заднем плане думали, как же мы теперь жить будем без него, да? Вдруг увидели ангелов. И Писание говорит первым фессалоникийцам, 4 главе 17 стихе, 4, 17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках встретения Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. И ангелы тогда сказали апостолам, что, говорит, что вы смотрите, он как ушел, так и придет. То есть будет пришествие жениха. Верим, не верим. Вы знаете, можно не верить в 31 декабря, но оно будет. Вы понимаете, да? Можно не праздновать, но праздник будет, независимо от нашего состояния. Можно не ожидать, но он придет. И здесь вопрос, либо быть готовым, либо быть неготовым. Два варианта. Либо быть вот такое, что-то непонятно. Итак, друзья, я вас очень прошу, исследуйте, исследуйте песню песней. Она очень небольшая, но те образы, которые Писание нам передает через песню песней, они очень и очень важные. Посмотрите, как разговаривает невеста. Она, это вот, знаете, похоже на какой-то, на такой вот влюбленный, влюбленный лепет. Просто какое-то влюбленное безумие такое. Она просыпается и говорит, вот с 3 главы, она говорит, «На ложе моем искала я того, кого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». И она дальше говорит, стражи, если вы там встретите моего возлюбленного, то передайте ему, что я думаю о нем, передайте, что я переживаю. Передайте, ну вот просто уловите вот это вот послание такой вот страсти, послание переживания, послание ожидания. Пускай он меня влечет, пускай он меня ждет. Я хочу быть с ним, я хочу вкушать, я хочу наслаждаться и так далее, и так далее. Друзья, это состояние трепетного ожидания, состояние страсти и единения. И здесь не вопрос, знаете, как бы просто смотреть на эту песню песней и, знаете, какой-то сексуальный контекст в этом рассматривать. Здесь намного больше и глубже показаны взаимоотношения, друзья. Намного глубже. Я верю, что мы должны размышлять об этом, что мы должны размышлять об этой страсти, вот такой вот страсти простой влюбленной девушки, которая ищет действительно того, кто важен для нее, кто трепетен для нее. Аллилуйя. Итак, если наши слова о нашем Господе каждый день похожи на песнь песней, тогда хорошо. Но если мы размышляем о том, что снова мне надо там идти на служение, снова мне надо служить, как меня это достало, эти люди, это то, сё, а вот это вот то-то. Ещё вот здесь вот надо мне как-то стараться быть святым, а так не хочется, а он такой злой. Слушайте, это не слова невесты. Это вообще не слова невесты. Это какая-то просто пародия на жизнь. Друзья, вы понимаете, да? Дескать, я делаю ему одолжение, я вот пытаюсь тут не грешить. Ты себе делаешь одолжение. Услышьте, друзья, когда мы стараемся не грешить, когда мы приготавливаем себя для жениха, ты себе делаешь одолжение, потому что он придет за чистою девой. Чистою, приготовленную, та, которая принадлежит, за той, которая говорит о нем, как говорит Суламита из песни песней. Именно вот за такой невестой он обязательно придет. Прочитайте песнь песней, сравните свои слова с тем, что вы говорите и как вы говорите о Господе. Вы знаете, влюбленные невесты, они могут быть молчаливыми, они молчат, но стоит ее немножко коснуться о ее женихе и понеслось. Он у меня такой, он у меня сякой, та-та-та-та-ра-та-та. Верующие могут тоже быть молчаливые местами о Господе, но стоит только коснуться и понеслась. Он у меня, он же великий, он же сильный, он творит чудеса, я вижу его так, я вижу сяк, и понеслось, понеслось из источников. Вы понимаете, да? Это так важно иметь вот это внутреннее состояние. Это так важно готовить себя к этим событиям. Так важно приготовить своего сердца, своего внутреннего человека. Итак, для верующего человека, для действительно верующего человека, его приход – это радость и благословение. Это праздник со слезами на глазах. Это просто день победы, который мы приближали как могли. Это день Икс, который наконец-то наступил. И слава Богу, я уже устал, я хочу на свадьбу со своим женихом. Но придут моменты, но этот праздник также, он будет днем печали для остальных людей. Друзья, для большого, я скажу даже так, для большего количества людей. И Писание говорит о том, что существуют определенные знаки, знамения, определенные отметки, которые показывают нам, когда же это случится, когда это произойдет. И вы знаете, что чем ближе какое-либо событие, чем более явными становятся знаки. Например, когда мы с вами выходим на улицу, мы слышим, как бы, что ветер появляется, потом мы видим тучи, и мы слышим, что гром, вот ударил где-то гром, но не сильно. Что мы понимаем? Мы понимаем, что будет гроза, правда? Но далеко. И нам, может, она обойдет, а может и придет. Но если молнии много, если все уже вот так, все ходуном ходит, мы понимаем, это знамение очень явное. Сейчас включат дождь, его будет много, и поэтому надо бежать и так далее. Вы понимаете, чем ближе событие, тем более явными становятся знамения, тем более мало времени. И Писание говорит в 1 Фессалоникийцам, 5 главе, 4-6 стих. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать или как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Итак, Писание говорит, что наступление этого дня для верующих людей не будет сюрпризом. «Мы будем знать, когда придет наш жених». И неверующие люди не будут этого знать. И он здесь говорит, что есть те, кто находятся во свете, находятся во тьме. То есть мы с вами знаем простые правила. Человек, который ходит на свете, при свете, он видит, куда он идет, и он понимает, какой путь перед ним. Человек, ходящий во тьме, он не может адекватно следовать, потому что он не видит, куда он ступает и что он делает. И апостол Павел этими словами побуждает нас молиться и быть внимательными, бодрствовать. Но не просто, а стараться разбираться в тех событиях, которые будут происходить. Итак, мы понимаем, что нашим светом то, что дает нам свет, является Писание. И Бог хочет, чтобы мы были предупреждены о том, что будет происходить. Писание говорит, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор. То есть неожиданно просто подловил вас, а вы вот как бы. И с другой стороны, с другой стороны, 1 Фессалоникийцам 5.3 говорит, «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Апостол говорит, что неверующие люди, они увидят то, что произойдет вдруг. Как мука, вот знаете, как схватки, они хватают, ну, схватывают женщину, которая должна родить. Понятно, что она должна родить, но вдруг это начинает происходить. Вдруг, вот, и ты не особо готов. И нам необходимо с вами расти духовно, друзья. Для того, чтобы уметь различать эти знаки, для того, чтобы уметь разобраться в последнем времени, нам нужен духовный рост. Бог не погружает в нас глубокие откровения по одной простой причине, друзья. Мы не используем в своей жизни те откровения, которые простые и явные. Ну, согласитесь, да? Если мы с вами не используем то, что очевидно, зачем нам открывать какие-то там глубокие такие вот непонятные. Наши дети, когда мы их чему-то учим, каким-то простым принципом, да? Мы же не открываем им там, неважно, усвоили, не усвоили, мы же не идем дальше. Мы понимаем, что он просто не в состоянии дальше ничего сделать. Поэтому, если мы действительно хотим разбираться в этой теме, если мы действительно хотим понимать нечто о знамениях Божьих, нам необходимо расти. И Писание говорит, Иоанна 7 главе, 17 стихе, «Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно или я сам от себя говорю». И Шоа говорит, если есть такой человек, который хочет творить его волю, тот узнает об этом учении. Просто так я говорю или не просто так говорю? Если мы действительно хотим, значит, нужно что-то делать, надо разбираться в этих вопросах. Должно быть правильное отношение ума, правильный настрой нашего сердца. И вы помните, что когда Ишуа учил своих учеников, то очень часто он использовал притчи, очень часто он говорил какими-то образами, которые не всегда было понятно. И однажды они спросили его, Матфея 13 глава, «Приступившие ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Способность понимать Писание, она приходит от готовности нашего сердца следовать по тому, что мы изучаем. Нам, верующим людям, дана способность понимать Божьи знамения, дана способность следовать этим знамениям, говорить о тех событиях, которые будут происходить. Итак, сегодня я хотел бы коснуться некоторых из этих знамений. Я не претендую на полный глубокий разбор. Вы понимаете, да, что тема достаточно объемная. Если Бог позволит, мы будем с вами потихонечку разбирать какие-то части. Тем не менее, существуют определенные знаки, которые предсказывают, которые показывают о том событии, которое будет, о пришествии Господа во второй раз, о пришествии жениха за своей невестой. И одно из первых знамений, которое мы должны видеть, это знамения Ноя и Лота. Помните таких персонажей Писания? И мы посмотрим с вами Луки, 17 глава, 26, 27 стих. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как Ной вошел к ковчег, и пришел потоп, и погубил всех». Вот то, что было во времена Ноя. И мы читаем дальше. Бытие, 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время». Мы видим, что вот такое состояние общества было во времена Ноя. И читаем снова же Луки, 17 главу, 28, 29 стих. Там говорится о Лоте. «Так же, как было во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех». Итак, это знамение. Что мы учимся из этого знамения? Чему мы учимся? Мы учимся, что люди будут жить. Жизнь, она будет протекать обычным путем. Люди будут искать своего. Кто-то будет приобретать, кто-то будет продавать. И когда мы читаем более детально, вот конкретно, вот в Писании, как жило, да, написано, что его сердце, оно изнывало. И разврат, который был на тот момент, он был действительно великим. Это было сильное, сильно развращенное общество. Многогранно развращенное, скажем так, тотально развращенное. Иными словами, последнее время, оно не будет легким временем. Вы знаете, некоторые проповедники учат о том, что у нас будет христианское там, какая-то там, знаете, государство и все христианские ценности, то, то, то. И мы прорвемся и там увидим, все изменится. Если мы смотрим так реально в Писании, то с каждым годом все будет становиться хуже и хуже. И каждое поколение, оно говорит, вот в наши времена, вы помните, люди никогда не могли себе позволить. И так будет все хуже, хуже и хуже. Разврат он будет наполнять. Вещи, которые шокировали одних людей, через какое-то время будут нормой и привычной для того общества, как было во времена Лота и как было во времена Ноя. И дальше мы идем. Смотрите, второе знамение. От Луки мы видим целый ряд признаков. Это Луки, 21 глава, 11 стих. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». В принципе, если так посмотреть, кажется, что не сильно много сказано, великие землетрясения и так далее, и так далее. Всегда, когда жили люди, были землетрясения. Ни для кого это не новость. Целые империи разрушались через землетрясения. И как же определить, что именно вот эти землетрясения, это именно уже его признак? Я думаю, что речь здесь идет о действительно масштабных землетрясениях, гладах, морах, которые покрывают все лицо земли. Мы иногда берем какую-то такую статистику, которая касается, например, каких-то стран, просто локальных стран. И мы говорим, ну да, конечно, в Африке голод. Но послушайте, допустим, в той же Америке или в Европе, в каких-то странах, там нет голода, правда? Там люди живут более обеспеченно. Что получается? Для них знамения, а для Европы не знамения? Так мы понимаем, что приход жениха будет за церковью по всему лицу земли. То есть, иными словами, эти знамения, они будут касаться всех живущих людей в этом мире. Всех абсолютно людей. Иными словами, эти землетрясения, вот эти вот ужасные события, они будут происходить все более-более интенсивно и с большим и большим таким вот, скажем так, размахом, которые будут поглощать большое количество людей. И это очень важно видеть. И здесь говорится о голоде. Мы понимаем, что люди голодают. В какой-то стране в этом мире, вы знаете, что ежедневно, я не помню точную статистику, кажется, около 5000 людей умирают от голода ежедневно. Вот в наше сейчас время. Вот представьте, сегодняшнее, там, 24 число, 5000 человек умрет в этом мире от голода где-то. по всему лицу земли. Я верю в это. Мы просто, ну, должны представлять размах этого мира, размах земного шара. Итак, здесь же будет немножко по-другому. Голод, он коснется все страны. Он коснется и богатые страны, и бедные. То есть экономика, она будет разрушена. Каким образом? А я не знаю. Писание не говорит нам конкретно о том, что, знаете, вот это произойдет именно вот так, или вот сяк. Когда мы читаем записи вот наших верующих братьев, сестер, которые были там, например, с 1900 года или ранних каких-то богословов, они говорят, они тоже приводят статистику там и так далее, и так далее. Они тоже говорят, это последнее время, это последнее время. Вот, смотрите, был голод там, или вот то, вот то, вот то. Но мы понимаем, что прошло, и все равно, ну, как бы, вот этот механизм, он закручивается все больше, больше и больше. Следующий признак, о котором мы можем поговорить. Луки, 21 глава. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Будет невероятный страх. Не просто обратно же, в локальном состоянии. То есть мир будет приходить к концу. Вы представляете, друзья? И это знамения, на которые нужно обращать внимание. У людей будет, ну, боязнь, они будут просто, как здесь так написано, да, издыхать от страха. Они будут умирать просто от страха того, что будет происходить. Понятное дело, что на фоне голода и всего того, что, ну, о чем вот мы читаем, да, ну, как бы, страх, это очень быстро включается в обществе. Люди будут бояться смерти, и именно той смерти, которая может произойти. Следующее, такое вот, следующее знамение, о котором можно видеть, это очень важное знамение. Это Израиль, друзья. И в течение самых, самого долгого времени Израиль служил таким, ну, пунктом, на который нам нужно обращать внимание. Мы знаем, что не было около двух тысяч лет государства. Бог сделал государство. И все вот, сейчас очень часто вокруг Украины, да, у нас в новостях, но все же, если мы посмотрим об Израиле, говорится по-прежнему очень много в мировых новостях, по-прежнему взгляды обращаются туда. Это покаяние в Израиле, пробуждение в Израиле. Это то, на что нам нужно обращать внимание. Матфея 24 глава 32-33 стих говорит, «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки, и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». И уже очень долго Израиль, как сухая смоковница, не приносит настоящих плодов. И я верю, что придет момент, придет момент преображения, пробуждения в Израиле, когда будут приноситься плоды, когда израильский народ, он будет готов к тому, чтобы принимать Господа. И я верю, что в этом также наша часть, как верующих людей, особенно нас, как мессианских общин, в том, чтобы принимать в свершении этого служения. И мы читаем в Осии 3 главе 4-5 стихе, «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без Эфода и Терафима». То есть у них не будут взаимоотношений с Господом. И после того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Они будут восстановлены, они будут знать Господа. И вы знаете, также Писание учит нас также о важном принципе, о важном знаке, значке, который указывает нам в скором пришествии. Это формирование, если можно так сказать, невесты Антихриста, определенного противовеса настоящей Божьей Церкви. Такой вот, можно скажем так, группы людей, которые собраны из разных-разных верований под эгидой единой собранной Церкви, в которой почитают и тех, и тех, и пятых, и десятых. То есть, такой определенный, знаете, микс, нечто, что смешано, что дает людям ложную надежду. И здесь очень важно понимать это для нас, как верующих людей, что в последние времена будут усиливаться вот такие вот различные ереси, различные группы, которые будут претендовать на понятие истины, и которые будут воровать верующих людей, отвращать их взгляд. И это еще больше, друзья, для нас ответственность в том, чтобы разобраться в истине. Вы понимаете, да? Если вокруг будет столько непонятно чего, то надо держаться крепко за истину. Надо знать, что правильно, а что неправильно, потому что вокруг будет большое количество людей, которые будут говорить, вот здесь Господь, вот там Господь, пойдем туда, сделаем вот это. Вы помните, Ешо говорит, что не ходите никуда. Вам не надо никуда ходить. И когда я приду, вы увидите меня, все, кому нужно. Вы, главное, ждите. Вы, главное, приготовьте. И само состояние церкви, описанное в Писании, оно показывает нам, что во многих людях охладеет любовь. Во многих людях придет черствость. И помните то, что мы сначала говорили, что невеста, которая ожидает, она возогревает эту любовь. Да? Ожидающая невеста, она не может иметь охлажденную любовь. Она ожидает. Итак, это всего лишь такие, знаете, наброски. И я специально говорю об этих вещах, чтобы побудить вас к исследованию, побудить вас к поиску Господа, побудить вас к тому, чтобы увидеть в Писании эти знамения. Это возможно, послушайте. Это возможно пройти скорбь. Это возможно устоять в это сложное время. Если бы это было невозможно, Бог бы об этом нас не просил. Это возможно победить. Возможно быть невестой, одетой в чистое. Он ожидает нас такими, значит, это возможно. Иначе было бы глупо от нас ожидать то, что мы не можем произвести. И 1 Иоанна, 2 глава, 28 стих говорит. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. пребывайте в нем, чтобы нам иметь дерзновение, чтобы нам иметь возможность прийти в его присутствие, пойти туда, куда он хочет нас забрать. Исследуйте свое время. Я не знаю, когда будет его приход конкретно, и никто не знает. Ни ангелы, ни апостолы не знали. Но, вы знаете, состояние апостолов, оно было таковым. Мы уже готовы. И говоря о церквях различных, они говорили, вот эта церковь, я насколько знаю, они еще с прошлого года готовы. Вы понимаете, да? То есть, когда мы читаем о первых верующих людях, это было вот это состояние. Я тихонечко жду, я с нетерпением жду, когда же мой жених придет за мной, когда же мой жених заберет меня в свой дом. Друзья, возогревайте ревность, возогревайте любовь, возогревайте вот эту свежесть. Отбрасывайте разный мусор, он вам не поможет в тяжелое время. Отбрасывайте. Количество просмотренных сериалов не спасут вас. Времени, проведенного ВКонтакте и в других социальных сетях, они вас будут держать в своих сетях. Просто освобождайте свой разум для Писания. Освобождайте свое сердце для Бога. Освобождайте себя. Не мечитесь. Знаете, я слышал пророчество, кто-то там сказал, кто-то там говорил, а надо ехать туда, а надо ехать сюда. Послушай, посмотри в Писание для начала, куда надо ехать, что делать. И если мы, может быть, сейчас до конца не можем разобраться во всех знамениях, то я вам хочу сказать так. Приготовьте себя в святости, а остальное он поможет вам разобраться. Если вы не знаете, чем заняться, куда вам ехать, займитесь святостью. Это такое непростое дело, но оно, знаете, очень благодарное. Оно приносит плод как в этом мире, так и в будущем. Займитесь своим языком, займитесь своим сердцем, своими поступками, начните служить. Приготовьте себя. И чем больше вы будете готовить в этом пути, вы будете понимать, кому куда ехать, что делать, что продавать, что не продавать. Будет война, не будет, а кто это, а куда это, послушайте. Все поймем, потому что он нас не оставил. Разберемся, потому что он сказал, не покину. Потому что мы дороже зеницы ока. Он нас хранит, как мы храним свою зеницу ока. Да? Он оберегает каждого из нас. Его рука, она держит наши жизни. И я верю, что Дух Святой силен говорить. Если я, может быть, туг на ухо, чтобы слышать, то он силен, чтобы мне сказать, даже в мое глухое ухо. Он, когда будет говорить, я не смогу сказать, я не слышал. Понимаете, да? Но ищите его, ищите его лица, ищите его святости. Пребывайте в этом. Исследуйте Писание. Исследуйте Писание. Вы будете видеть намного больше, намного глубже и качественнее. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся вместе.